Лето – прекрасная пора, особенно для школьников и студентов. Впереди такие долгожданные каникулы – целых три месяца отдыха. Кто-то, наоборот, решает в это время найти себе временную подработку. И действительно, 68% участников опроса признались, что они сами работали, будучи несовершеннолетними. Согласны с тем, что молодёжь должна работать 55% опрошенных воронежцев. Александра всегда в студенческие годы подрабатывала, чтобы помочь своей маме заплатить за учёбу. Если ребёнок там учится до обеда, грубо говоря, или с обеда до вечера, почему, например, до обеда не поработать пару часов где-нибудь? Частичной занятостью можно. Самостоятельность ребёнка развивает. Ребёнок будет приучаться к труду? Думаю, что да. Ну, думаю, лет от 16, думаю, да. 68% воронежцев на первую работу устроились в возрасте до 17 лет. Оставшиеся 31% на первую работу устроились с 18 до 25 лет. И только 1% впервые трудоустроились в 26 лет, либо до сих пор не имеют опыта работы. 51% устроившихся на работу до совершеннолетия сделали это из-за стремления к финансовой независимости. 36% из них копили на определённую цель. Оставшиеся 24% помогали родителям. Каждому нужна денежка своя. Каждый на что-то хочет потратить её. Ты бы не слышал с детям, тоже хочется иметь какие-то карманные деньги. Не всегда они идут на плохое. То есть, опять же, какой-то подарочек маме. Тоже нужен бюджет какой-то. Сейчас же есть достаточно работы для студентов, например, для школьников. А расскажите, что это за работы такие? Ну, я лично работал грузчиком в Москве. 25% опрошенных стали работать, будучи подростками. Они хотели с пользой тратить личное время. 18% необходимо было содержать себя самим. Только 2% заставили устроиться родители. 43% устроившихся до 18 лет трудоустроились официально. 86% считают опыт первой работы положительным. Только 7% считают наоборот. 89% думают, что работа делает подростков более самостоятельными. 71% считают преимуществом появление собственного заработка. 66% – появление собственного жизненного опыта. 53% опрошенных полагают, что подростков обманывают работодатели. Половина опрошенных считают недостатком низкий заработок несовершеннолетних. 39% респондентов полагают, что работа негативно влияет на учебу. И 32% вообще считают, что работа может быть опасна. В рейтинге самых подходящих работ для несовершеннолетних – курьер, помощник, ассистент и расклещик объявлений, официант, промоутер, упаковщик, оператор, колл-центр, волонтер, тайный покупатель, мерчендайзер. В антирейтинге подходящих работ для подростков – продавец, администратор и повар. В этом году у работодателей на 11% вырос спрос на персонал, сообщает рекрутинговое агентство. На 30% вырос спрос на сотрудников в сфере страхования. На 25% – в автомобильном бизнесе. В транспорте и логистике поиск сотрудников вырос на 20%. На 18% – в сфере туризма и на 17% – в сфере развлечений и масс-медиа.